Мы помним, что смысл научной сессии – это представление одного из результатов своего исследования и попытка, подчеркиваю, ответить корректно на поступающие вопросы. Если вы на что-то не отвечаете, то записывайте для себя этот вопрос и думайте над ним. Не надо придумывать на ходу, у нас с вами не экзамен, у нас с вами обсуждение. И поскольку у нас сегодня, пожалуй, больше, чем предыдущие дни людей, поэтому я думаю, что мы отведем время на обсуждение одной работы. Я думаю, до 20 минут нам будет достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. Давайте тогда начнем. Я напоминаю, что у нас есть чат, поэтому вопросы в чате писать нужно. Я напоминаю всем аспирантам, что нужно думать про ту работу, о которой вы слушаете. Поэтому, пожалуйста, слушайте, задавайте вопросы или пишите в чат. Не думайте, что у вас вопросы глупые. Вообще глупых вопросов не бывает, поэтому приходит вопрос в голову по работе – пишите. Иногда такие вопросы спонтанные бывают самые каверзные для автора, и он об этом мог не задумываться даже. То есть у нас с вами сегодня спокойное, нормальное обсуждение. Итак, кто первый готов начать? Закревская, Светлана, поднимала руку, да? Спасибо. Добрый день, уважаемые научные руководители и преподаватели-аспиранты. Вашему вниманию представляется научный результат в полученном ходе проведенного исследования, связанного с раскрытием сущностных характеристик понятия трансформации деятельности методической службы современного облоза. Тема диссертации – трансформация деятельности методической службы в условиях организации высшего медицинского образования на базе научного центра. Цели исследования, объект, предмет и рабочая кипотеза были отправлены в материалах, поэтому позвольте мне на них не останавливаться, перейти сразу к теме нашего выступления. Для определения исследовательских позиций по отношению к понятию трансформации деятельности методической службы современного облоза были определены его основные составляющие, они представлены на слайде. Понятие методическая служба было рассмотрено с точки зрения системного подхода. При изучении нормативной документации было установлено, что методическая служба является неотъемлемой частью любой образовательной организации. представляющей собой макросистему. А анализ научных трудов позволил подтвердить, что методическая служба является открытой системой, которая взаимодействует с другими подразделениями вуза, работодателям и другими образовательными профессиональными организациями. А также методическая служба является динамической системой и на ее развитие оказывают влияние внутренние и внешние факторы. Системный подход требует рассматривать явления и процесс внеизолировано, а в их взаимосвязи. Взаимосвязь методической службы с другими структурными подразделениями проявляется при осуществлении различного вида методической деятельности, опираясь на проведенный анализ, а также изучение монографий, научных статьй, посвященных деятельности методической службы, позволили нам формулировать рабочее определение методической службы как открытой динамической системой, представляющей собой совокупность структурных элементов, направлений и различных видов методической деятельности. Для уточнения основных видов деятельности методической службы современного вуза были проанализированы нормативно-правовые документы, которые регулируют деятельность методической службы в образовательной организации, в результате чего было установлено, что основные виды деятельности методической службы в новых условиях это аналитическое, информационное, организационно-методическое и комплектационное. Анализ теоретических источников позволил охарактеризовать новое наполнение деятельности методической службы в связи с происходящими изменениями. Так, аналитическая деятельность включает в себя регулярный мониторинг профессиональных информационных потребностей, поиск новых точек роста, которые осуществляются, используя, конечно, информационные технологии. Информационная деятельность организуется в двух направлениях. Первое направлено на формирование базы информации различного характера, а второе направление – это своевременное информирование об актуальных направлениях развития высшего образования, инновационных процессов в системе высшего образования, а также изменение законодательства в сфере образования. Организационно-методическая деятельность прослеживается в систематическом прогнозировании, планировании организации повышения квалификации с использованием новых форм и стратегий обучения, в том числе и при проведении многофирменного обучения. Консультационная деятельность методическая служба организуется через консультативную работу по вопросам введения нового содержания образования, новых технологий, методик. Для уточнения исследовательских позиций в отношении понимания понятий трансформации мы также обратились к анализу теоретических источников, в которых встречалось два разных понятия – развитие и трансформация. Для разведения этих понятий были проанализированы истолкования в разных источниках. И в рамках нашего исследования развитие мы понимаем как поступательное движение вперед во времени, с увеличением количества или приобретением нового качества, а трансформация – как кардинальное изменение чего-либо при образовании. Трансформацию в рамках нашего исследования мы будем рассматривать как изменение осуществляемых видов деятельности, применяемых технологий и организационных форм. Отметим, что в научных статьях трансформация рассматривается в отношении трансформации университетов, цифровой трансформации, трансформация образования, трансформация методической службы образовательных учреждений. В результате анализа научных статей были определены внешние вызовы современности, которые обуславливают процесс трансформации. Они представлены слева на слайде. Поскольку мы рассматриваем трансформацию деятельности методической службы в условиях организации высшего медицинского образования на базе центра Алмазова, то важно отметить, что вот этот новый формат приводит к появлению новых субъектов образовательного процесса, участвующих не только в реализации образовательных программ, но и в самой ее разработке. А также эти новые субъекты, они у нас участвуют в процессе внутриферменного обучения. Кроме этого, появляется новое научно-образовательное пространство, имеющее новые ресурсы для обучения на рабочем месте всех субъектах, включенных в подготовку медицинских кадров. Таким образом, можно предположить, что трансформация методической деятельности современного ВОЗа будет проявляться в организации взаимодействия и коммуникации между специалистами методической службы, преподавателями, учеными, научными и медицинскими, работниками, в использовании в новом образовательном пространстве стратегии обучения на круге опыта и обучения действия, в использовании новых форм внутриферменного обучения с учетом сетевых, современных и дистанционных технологий, а также ресурсов Центра Алмазова, в диагностическом сопровождении всех субъектов образовательного процесса на основе анализа и самоанализа результатов их профессионального развития. Подводя итог вышеизложенного, можно предположить, что трансформация деятельности методической службы современного ВОЗа – это преобразование методической службы как систему, изменение модели и осуществляемых видов деятельности, применяемых технологий и форм повышения уровня профессионального развития преподавателя. По результатам исследования планируется публикация статей и также в повышении достижения хочется сказать, что полученные данные и результаты проявленного исследования послужат основой для формирующего эксперимента и дальнейшей работы над диссертацией. Спасибо за внимание, готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Светлана. Вы чуть-чуть не уложились в 7 минут, но я уже не стала вас прерывать, потому что вы перешли к завершающему слайду. Пожалуйста, коллеги, у кого есть вопросы, включайте микрофон, и мы слушаем. Алла Прокофьевна, пожалуйста. Светлана Борисовна, спасибо большое за выступление. Я хочу уточнить, а в чем вы предполагаете будет заключаться трансформация деятельности методической службы именно в ВУЗе, который создан на базе научно-исследовательского института? Что это за новый формат такой, в чем особенности? Будете ли вы сравнивать методическую службу обычного медицинского ВУЗа? Нужно ли вам это для того, чтобы показать, в чем трансформация именно на базе научно-исследовательского института подготовки будущих врачей? Мы вот сейчас этот вопрос обсуждаем с научным руководителем, но я думаю, что, конечно, нужно сравнивать, чтобы понять, в чем особенности. Хорошо, скажите, пожалуйста, а как вы вообще выявили те изменения, ту трансформацию, которую вы будете изучать непосредственно в своей работе? Как вы выявляете характеристики трансформации? Каким методом? То, что было отмечено, это появление новых субъектов. Было проведено анкетирование, и среди участников образовательного процесса был определен процент участия в реализации, разработке образовательных программ со стороны ученых, научных работников, образовательных работников. То есть трансформацию вы будете изучать на основе анкетирования? Нет, это первый был этап у нас. Так, анкетирование дальше. Кто является субъектом, новым субъектом? Ну, я не очень с этим соглашусь, потому что большинство же людей, которые у вас в центре Алмазовой работают, они не преподавали же раньше ООЗа, студенты тем более не знают, в чем изменения коснулись. Какими еще методами вы будете изучать трансформацию? Может быть, была какая-то теоретическая модель, какие-то теоретические... Света, не обязательно отвечать. Я записываю. Мы с вами все время говорили о том, что вы сегодня должны на сессии, не только сегодня, а вообще на сессии, представлять научный результат и обосновывать, как вы его получили, какими методами, потому что вы в диссертации должны будете написать, что полученные результаты достоверны. Так вот, на самом деле, что я могу сделать вывод, что это достоверный? Я так не могу возродить ни против чего, что вы сказали. Кажется, все правильно. Но нужно же доказательство какое-то, почему это так? Почему этим выводам можно верить? А сколько они вектины? Спасибо. У меня тоже такой же вопрос созрел. Прокофьевна его чуть-чуть раньше меня тоже задала про вот это вот обоснование этого процесса. Здесь должны быть, вероятно, и эмпирические методы разнообразные, и теоретические тоже, потому что это процесс сложный, и, как любой процесс, он протекает во времени и в пространстве. Поэтому нужен и сбор какой-то эмпирической информации, и осмысление этой информации с помощью каких-то теоретических методов. Спасибо большое. Еще один вопрос можно? Да, Прокофьевна, конечно. Скажите, пожалуйста, о трансформации? Вот методическая служба у вас система. А трансформация – это система? Подумает. Да, думаете, не обязательно ответить. Подумает. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо большое, Прокофьевна. Так, ну что же, вам удалось быстро, так скажем, представить свой результат, потому что для аспирантов, я думаю, это сложный результат, да, поэтому, надеюсь, вы вникаете в понятие этого результата, потому что само по себе научное обоснование процесса трансформации чего-либо предполагает проведение достаточно большой работы. Вот. И очень мы надеемся, что мы увидим статью по поводу трансформации, ВАКовскую, потому что это важный научный результат, который должен быть опубликован, да, мы помним с вами, и потом вы в диссертации даете ссылочки на свои же материалы, с тем, чтобы у вас было не только цитирование, но и самоцитирование в тексте вашей диссертации обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Ну что же, продолжаем дальше. Кто следующий? А, следующая Екатерина. Екатерина Тинкова. Катя, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Екатерина Тинкова, я являюсь аспирантом третьего курса в институте педагогики. Тема моего выступления – этапы формирования умений научной коммуникации индустриантов в образовательном процессе. На втором слайде вы можете видеть тему исследования, научную проблему, объект, предмет и цель. Данная информация продублирована в раздаточном материале, позвольте не останавливаться здесь надолго. Гипотеза исследования включает положение, представленное на слайде, и в сегодняшнем выступлении мы остановимся на положении гипотезы, связанном с процессом формирования умений научной коммуникации магистрантов. Современный образовательный процесс в магистратуре ориентирован на подготовку магистрантов в профессиональной деятельности в условиях неопределенности, что находит отражение в разработке образовательных программ, имеющих четко выраженную исследовательскую направленность и ориентированных на осмысление магистрантами индивидуальных особенностей профессионального становления и нового профессионального опыта через решение исследовательских задач. Научно-исследовательская деятельность магистрантов является важной составной частью их профессиональной подготовки и, по мнению ученых, наиболее эффективным методом подготовки качественно нового специалиста, который будет востребован на рынке труда. И стоит отметить, что для результативной научно-исследовательской деятельности современной корректировки дальнейшей работы, успешного представления полученных результатов особое значение имеет умение магистрантов применять разные виды научной коммуникации, устной и письменной. И научная коммуникация в магистратуре направлена, по сути дела, на умение вести магистратуре исследования. Умение применять научные коммуникации в исследовательской деятельности является одним из условий успешности проведения научных изысканий магистрантам и решения проблем в процессе его осуществления. Таким образом, вывод о необходимости формирования научной коммуникации магистрантов представляется нам очевидным и актуализирует проблему, связанную с определением и обоснованием этапов данного процесса. К нами были проанализированы различные подходы к изучению понятия формирования. Мы определили, что формирование это процесс, связанный с развитием и становлением личности, в основе которого лежит целенаправленное воздействие на обучающегося, на обучающего с целью развития у него определенных качеств личности, мировоззрения, знаний, умений, навыков и так далее. Таким образом, для формирования определенных умений необходимо воздействовать на личность определенным образом, при этом учитывая особенности умений научных умений, планируемых формированием. Опираясь на принятое нами определение понятия формирования и сформулированное в рамках нашего исследования понятие, дефиниции умений научной коммуникации, мы полагаем, что формирование умений научной коммуникации магистрантов это процесс, в основе которого лежит целенаправленное воздействие на обучающегося, с целью развития у него умений устной и письменной научной коммуникации. Перейдем непосредственно к этапам формирования умений научной коммуникации. Хочется отметить, что представлен рабочий вариант таблицы, и для нас важно представить, показать логику и послушать какие-то замечания и суждения на этот счет. Формирование умений научной коммуникации происходит в течение всего периода обучения в магистратуре. Связано это с тем, что научно-исследовательская деятельность, в рамках которой осуществляется применение умений научной коммуникации, является важнейшей частью образовательного процесса. Об этом мы говорили выше. Формирование умений научной коммуникации представляет собой спироревидный процесс, протекающий в рамках научно-исследовательской деятельности и в соответствии с семестрами обучения. Здесь мы учитываем логику реализации еще образовательной программы. Этапы научно-исследовательской деятельности магистрантов связаны также со структурой процесса исследования. На каждом этапе происходит овладение умениями научной коммуникации, которые необходимы для решения задач конкретного этапа исследования. И при этом на каждом этапе будет выделяться такое базовое умение, которое будет характерно для данного этапа. Стоит отметить, что прохождение каждого этапа не характеризуется жестким формированием какого-то одного умения или набора умений, а происходит такое наращивание и совершенствование ранее освоенных умений. И при этом у каждого магистранта будет свой там продвижение, своя индивидуальная траектория, что связано с разным уровнем сформированности умений научной коммуникации, особенностями каждого конкретного исследования. И вот еще характеристики второго и третьего этапа перед вами. Спасибо за внимание, готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Катя. Вы уложились в 7 минут, даже у вас еще осталось полторы минуты, можно было бы еще поговорить. Но тогда давайте перейдем к вопросам. Можно убрать демонстрацию? Мы поняли, что вы представляли один результат, процесс этапа формирования умений научной коммуникации. Коллеги, давайте зададим вопросы. Ну, Катя, у меня вопрос тот же, который был у меня и вчера. Я говорю, что я думаю, мы все согласимся, что если речь идет о формировании в образовательном процессе, то это нужно связывать с логикой самого процесса и можно рассматривать через выделение этапов освоения образовательной программы. Согласна. Но все-таки я не очень четко услышала, увидела в вашем ответе, таким образом этап формирования, связанный с семестрами, связан с этапами формирования умения. Тем более, что в гипотезе у вас написано, что это процесс нелинейный. И вы говорите о том, что вроде бы не так жестко должно быть ориентировано на каждом этапе на конкретном умении. Вместе с тем даете этап исследовательской деятельности, который рассматриваете линейно. Вот мне кажется, что над этим надо думать, потому что вчера, когда мы обсуждали, мы вроде бы договорились, что вы на каждом этапе выделяете ведущее умение, на которое направлено вот это ваше воздействие и формирование. Это умение является основой для формирования последующих умений. Оно обогащает так. Но самый этап научной деятельности не заканчивается на первом или втором семестре, потому что это идет по спирали, и вы все время возвращаетесь к этому. И мне бы хотелось, чтобы сегодня вот в вашем представлении это была линейность процесса образовательного, которого рассматривали через организацию, через семестры, и нелинейность исследовательского процесса, чтобы это было как-то связано, пока вы это не связываете в своем ответе. И второе, что меня как бы смущает, вот вы говорите о том, что, ну в ответе во всем случае, говорите о том, что формирование это процесс, вы ответите на личность, личность, личность. Где у вас будет личность? Вот вы рассматриваете этапы формирования исследовательских умений, и где у вас здесь личность? Это выражается в индивидуальном маршруте освоения этих умений. Тогда, получается, у вас три должны быть процесса соотнесены. Это процесс организации освоения программы, процесс исследовательский, который идет по спирали и нелинейность, и плюс еще индивидуальный процесс освоения этих умений. Как вы эти три процесса, в какой модели попробуйте нарисовать, как вы их совмещаете? И еще, я очень рада, что вы сегодня не потратили время на изложение всех теоретических основ, что такое исследовательская деятельность, такой магистрант, и так далее, и так далее. Но мне интересно, зачем вам четвертый слайд был для сегодняшнего вступления? Про современный образовательный маршрук? Нет. Да, про современный образ... На что направлен сегодня процесс магистратуры? Если вы его показали, значит, он должен быть какой-то основой для ваших дальнейших рассуждений. Так вот, зачем он вам был? Где он проявился дальше? Мы говорим о том, что современный образовательный процесс в магистратуре имеет четко выраженную исследовательскую направленность. Ну и слава богу, это одно, а там у вас четыре позиции. Если вы все четыре назвали, значит, все четыре должны как-то просматриваться в дальнейшем рассуждении. Лишнего не надо. Поняла. Лишнего не надо. У меня нет больше вопросов. Спасибо. У меня, честно говоря, тоже была вот резонова немножечко эта фраза о том, что формирование связано с семестрами. Мне это представляется, что формирование умений вообще не связано с семестрами никак. Семестры задают временные рамки организации работы по формированию умений. И мы можем какие-то фиксировать, ну, в результате диагностики какое-то продвижение. Совершенно верно. Да. А сами этапы, они могут быть совершенно другими. А вот как организуется этот процесс, вот это могут быть этапы организации процесса, которые связаны с семестрами, если мы целенаправленно эту работу проводим. Это точно точно. У меня вопрос вот такой. Катя, скажите, пожалуйста, а вы уже знаете, о каких умениях вы проводите исследования? Какие конкретно выделены? Да. Выделены у вас какие-то умения научной коммуникации, на которые вы ориентируетесь в работе? Естественно, мы выделяли блок умений и умения устной научной коммуникации, умения письменной научной коммуникации. Выделены они были на основе проанализированных Федеральным государственный образовательный стандарт. В нем были проанализированы компетенции универсальные. На основе них были выделены исследовательские умения, куда входит коммуникативное умение в том числе. И на основе данных умений мы выделили умения устной научной коммуникации и умения письменной научной коммуникации, которые применяются. А дальше? Конкретно какие умения? Для того, чтобы умения устной и письменной выделить, ну, это хорошо, что проанализировали компетенции и стандарты, но компетенции потом поменяются, а коммуникация-то останется. Плюс мы еще учитывали, какие существуют формы устной и письменной научной коммуникации. Катя, вы растерялись, вы же анализируете самодеятельность научно-исследовательства, которая осуществляется как раз на базе этих умений. Это и надо было вам вставить ваше выступление, вместо четвертого слайда. То есть конкретно. Ну, конечно, надо было сказать, что это за умение, что вы в том числе. У вас задания, которые мы должны были бы соотнести с этим умением. И тогда мы ему сказали, да, у вас задания хорошие, они действительно хорошие. Но вы просто не сказали, а это важный момент. Это важный, да. Вместо всех этих общих слов. Кроме того, мне кажется, что только требования стандарта, это маловато для выделения умений. Нужно еще провести теоретический анализ, наверняка он у вас проведен. Я в этом уверена абсолютно. Все-таки у нас достаточно даже в нашем университете, я говорю, почему даже, потому что тема исследовательской деятельности вообще очень популярна в научном мире. Но у нас в университете достаточно много было исследований именно по научно-исследовательской деятельности в этом веке. И магистрантов в том числе. Поэтому мне представляется, что как раз ваше исследование – это, с одной стороны, такой обобщающий должно материал содержать по тому, что уже сделано авторами в этом плане. Ну а с другой стороны, еще и продвигающим нашу общую университетскую научную школу, потому что это очень разные исследователи, которые занимались проблематикой вот этих умений. Может быть, это не впрямую названо умениями, они там внутри в текстах находятся, но эта проблематика очень популярна, и в нашем университете в том числе. Но мне кажется, что просто сказать умение устной коммуникации, умение письменной коммуникации – это разделение на два лагеря умения, условно говоря, а вот внутри там какая-то должна быть комплектизация уже. И тогда вот эти вот семестры и будут для вас возможностью формировать те или иные конкретные умения, и можно оценить. Потому что вот даже вот умение письменной коммуникации, написание статьи – почему мы все время с этим работаем? Многие из вас прошли магистратуру. Вы скажете, что сформировалось это умение? Нет. Я очень сомневаюсь. Поэтому этапы формирования не связаны с семестрами, они другие какие-то, и, наверное, у каждого очень персональные. Тем более, что вы берете индивидуальный маршрут. Да. Когда три процесса надо, три этапа сравнивать. Три. А это сложно, и сложная модель получается. Кроме того, если мы, например, говорим о формировании учебных умений, существует, да, мы знаем, это знания научные. Но здесь мы говорим о формировании умений другого уровня сложности вообще. Спасибо большое, Катя. Коллеги, вопросы? Сергей Викторович, пожалуйста. Молодец. Включите микрофон только. Добрый день, коллеги. Екатерина, у меня такой вопрос. Может быть, у вас там диссертация где-то есть? Я просто ее полностью-то не читал. Вы разводите понятие формирования и развития. Вот у вас в одном из определений прозвучало. Формирование – это процесс развития. Для вас это одно и то же? Вот я вообще не люблю слово «формирование». Это значит, что человек пришел, и у него вообще ничего до этого момента не было. Вообще ничего. И вы начали вот с нуля это все формировать или все-таки развить. Но я не знаю, вот ответьте как-то. В рамках нашего исследования мы говорим о формировании. Безусловно, мы рассматривали когда разные подходы к изучению вообще понятия формирования. Некоторые ученые его понимают как развитие в том числе. То есть кто-то разводит, а кто-то понимает как развитие. Для этого нужно обратиться к философскому словарю хотя бы. Потому что если есть такие трудности в терминах, для определения своей точки зрения, мне кажется, самое лучшее – это философия того, чтобы определиться в том, как вы будете это понимать. Коллеги, мне кажется, что Сергей Евгеньевич поднял очень важный вопрос. Но я-то как раз в данном исследовании именно думаю, что правомерно говорить о формировании. Хотя тоже не люблю этот процесс. Мы всегда говорим лучше о содействии как-то и так далее. Но в данном случае, когда Катя должна фиксировать явный процесс становления вот одной группы, второй группы, третьей, я думаю, это правомерно, когда она рассматривает формирование в контексте обучения этому. И мне кажется, что работа про развитие, может быть, уже после того, как она вооружит нас знанием о том, как они формируются. И мы выясним, что на самом деле у них все эти умения были. Потому что сейчас выявить уровень развития этих умений, насколько я знаю по семинарам, получается, что они близки к нулю, уровень сформированности у наших магистрантов. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Ну что, спасибо. Катя, спасибо. Спасибо большое за ваше выступление. Мы ждем защиту скорой диссертации. Может быть, даже до завершения аспирантуры. Это установка. Так, кто следующий готов? Данил, пожалуйста. Здравствуйте. Да, уважаемые коллеги, уважаемые научные руководители, аспиранты, здравствуйте. Спасибо большое за возможность выступить с докладом. Это такой бесценный опыт и возможность получения очень важной обратной связи в преддверии подготовки наших диссертационных исследований. Ну, тема нашей работы – это педагогические условия преодоления затруднений при повышении квалификации в электронной информационно-образовательной среде. Собственно, целью исследования является выявление педагогических условий, способствующих преодолению затруднений педагогов в профессиональном развитии посредством дополнительных профессиональных образовательных программ в электронных информационно-образовательных средах. В ходе своего выступления я буду иногда менять эти такое понятие – электронно-информационно-образовательная среда, дистанционное обучение, электронное обучение. Объект исследования – это повышение квалификации педагогов в электронно-информационно-образовательных средах. Предметом исследования являются педагогические условия преодоления затруднений при повышении квалификации. И гипотезу, которую мы выдвигаем – это создание педагогических условий для активизации профессионального опыта взрослого обучающегося при повышении квалификации в электронно-информационно-образовательной среде способствует преодолению затруднений, связанных с низким уровнем готовности к дистанционному обучению. И тема сегодняшнего доклада – это выявление основных затруднений, препятствующих успешной реализации дополнительных профессиональных электронно-образовательных программ в электронно-информационно-образовательных средах. Ну и переходя тогда к теме основного доклада, хочется сказать о том, что начиная с 2020 года в условиях текущей эпидемиологической ситуации, связанной с развитием коронавирусной инфекции, мы все столкнулись с сложностью, связанную с тем, что так или иначе приходится всем участникам образовательного процесса использовать в своей работе, в своем обучении дистанционные формы обучения электронно-информационно-образовательные среды. И даже президент нашей страны неоднократно говорил о том, что и цифровые сервисы такие требуют развития, и требуют обязательного применения электронного обучения в дистанционно-образовательных технологиях. И, коллеги, наше диссертационное исследование, оно посвящено выявлению педагогических условий, позволяющих преодолевать затруднения, которые испытывают педагоги при повышении квалификации в условиях дистанционного обучения. И в 2021 году один из этапов исследований был посвящен выявлению, уточнению и характеристике основных затруднений, которые препятствуют успешной реализации дополнительных профессиональных образовательных программ. Хочу остановиться на полученных результатах этого исследования. Было проведено методом анкетирования и дальнейшего общения с педагогическими работниками по результатам их повышения квалификации. И, собственно, именно благодаря анализу таких проведенных бесед с педагогами и изучению документации, которую они заполняли, которую они изучали в ходе повышения квалификации, можно сделать несколько, наверное, таких основных важных акцентов. С одной стороны, неоспоримым социальным фактом является стремление педагога к поиску ответов на их вопросы, непосредственно повышение их собственной квалификации. С другой стороны, в моем сознании появляется стереотип по результатам анкетирования педагогов. Хотя, на самом деле, достаточно это странно, потому что большое количество институтов повышения квалификации, институтов развития образования ведут эту планомерную работу. Ну и также хочется отметить, что удалось выявить массовое восприятие повышения квалификации как вынужденная ситуация, некая административная мера, потому что есть там ряд национальных, федеральных проектов, показатели которых должны исполнять органы исполнительной власти, образовательные организации и так далее. И это все следствие имеет прямое отношение к педагогическим работникам, которые должны повышать свои квалификации, показывать количественные и качественные результаты. Но, что важно, ответственным этапом этой работы стало определение перечня затруднений, которые испытывают педагоги. И если ранее мы установили, что успешность достижения запланированных образовательных результатов во многом зависит от уровня готовности педагога к дистанционному обучению, и выделили следующие уровни готовности, это информационную готовность, функционально-технологическую и ресурсную готовность, то сейчас установлено, что уровень информационной и ресурсной готовности к обучению в электронно-информационно-образовательных средах уже находится на достаточном уровне. Поэтому в данной части исследования мы сосредоточили внимание на выявлении затруднений, связанных с недостатком функционально-технической готовности и психолого-педагогической готовности. Остановимся на характеристике замеряемых параметров и шкал. Во-первых, хочу обратить внимание, что в ходе анкетирования мы сделали отметку на профессиональном стаже, разделили это на менее трех лет, от трех до пяти, от пяти до десяти, от десяти до двадцати и более двадцати лет. Что касается функционально-технологической готовности, мы отмечаем два важных фактора. Первый – это наличие опыта дистанционного обучения, то есть как часто педагог ранее работал с этим и имеет такой опыт. Второй момент – это уровень сформированности пользовательских IT-навыков. То есть насколько педагог, слушатель повышения квалификации умеет работать с компьютером, с программным обеспечением, насколько хорошо он умеет коммуницировать с другими сокошниками в сети интернет. И следующий момент – психолого-педагогическая готовность, которую мы делим на четыре компонента. Поэтому его мотивационный, эмоциональный, познавательный и деятельностно-волевой. Таким образом, в выбор участвовало более тысячи педагогов, которые являлись слушателями курса повышения квалификации в дистанционном формате. Это учителя русского математики, физики, химии, биологии из сорока девяти субъектов Российской Федерации. И, собственно, по итогам исследования выявлено, что учителя массово это те или иные затруднения при дистанционном повышении квалификации. Вот такой вот рейтинг из топ-10 затруднений нам удалось сформировать. Мы можем видеть, что, наверное, топ-1, необходимость совмещения работы и обучения, это характерно как для дистанционного повышения квалификации, так и для традиционных курсов повышения квалификации. Тут, наверное, ничего удивительного в этом нет. Второй момент – недостаток непосредственного общения с группой. И вот этот момент достаточно принципиальный, потому что в ходе общения с педагогическими работниками, конечно, коллеги испытывают дефицит личностного общения, потому что все-таки дистанционная форма обучения предполагает взаимодействие с помощью видеоконференции, а дели с помощью чатов. Дальше мы перечисляем тоже ряд немаловажных пунктов. Например, необходимость самостоятельного составления индивидуального плана занятий. Вот тут важно отметить тот факт, что мы искали корреляцию между стажем работы педагога и данным пунктом. Тут, конечно, важно отметить, что, конечно, молодые педагоги большие трудности испытывают, нежели те педагоги, у которых больший опыт работы. Недостаток непосредственного общения с преподавателем. Ну, это похожий пункт с пунктом 2, да, только в части взаимодействия непосредственно с руководителем группы, это может быть с ютром или с преподавателем, который ведет конкретный урок. Недостаточная интерактивность образовательных курсов. Такой момент достаточно спорный и, наверное, требует, возможно, дополнительного обсуждения с самими педагогами, которые проходят такое анкетирование. Сложность учебного материала и задания. Тут тоже есть определенные корреляции между стажем работы педагогических работников. Сложность интерфейса электронной информационно-образовательной среды. Ну, тут тоже можно сказать, что определенные зависимости между возрастом учебной группы, они присутствуют. Необходимость самостоятельной анализа своих профессиональных дефицитов. Пункт, на мой взгляд, похож с пунктом 3, где есть необходимость составления индивидуального плана занятий. И необходимость самоконтроля учебных достижений. Недостаточная вариативность курса и неактуальность учебного материала, отмечают наши респонденты. Ну и в завершении, коллеги, хочется сделать несколько таких тезисов-выводов. Ну, первое. Молодым специалистам требуется помощь в анализе профессиональных дефицитов, в формировании индивидуального плана занятий. Чего нельзя сказать, например, по большей части о педагогах с большим опытом работы. Создание учебной группы для общения с учебной группой способно компенсировать ряд труднений. Тут как раз мы говорим о специфике работы в электронных информационно-образовательных средах, а именно по взаимодействию в чатах, видеоконференцах, связях, вебинарах. И выполнение самоконтроля учебных достижений инструментами, взаимопроверки в учебной группе повышает эффективность овладения новыми правовыми сервисами и инструментами. Ну и, коллеги, на основе анализов затруднений, которые испытывают педагоги в процессе обучения в лицензионном формате, мы планируем разработать специальные практические задания для самостоятельной работы и работы малых групп для обучающихся с помощью педсинхронной и осенненной коммуникации и такие результаты представить на наших следующих выступлениях. На этом у меня все, коллеги, спасибо большое. Спасибо, Даниил. Я вас, видите, уже в конце начала прерывать, чуть-чуть вы перебрали все минуты, но ничего страшного. Значит, уважаемые коллеги, а вы не выключайте микрофон, Даниил, вы думаете, что вы отстрелялись и все? Включайте обратно микрофон. Нет, нет, это чтобы посторонних шумок не создавать. Будете создавать сейчас шум своими ответами. Алла Прокофьевна, пожалуйста. Можно? Да, конечно. Коллеги, кто-нибудь может вперед пойдет? Нет? Ну тогда я. Здесь есть вопрос в чате, но если вот будем тогда, Ралла Прокофьевна, чтобы вы не волновались, что вы первая. Как вы понимаете педагогические условия в своем исследовании? Вопрос. Если у вас есть ответ. Да, Екатерина, спасибо за вопрос, но на самом деле, наверное, это вопрос с подвохом, и я над ним еще обязательно подумаю, потому что на самом деле можно, мне кажется, педагогические условия и, в принципе, условия любого слушателя повышения коммуникации или любого пользователя, который проходит любые онлайн-курсы, с одной стороны как-то объединить в одно, но, с другой стороны, наверное, педагогические условия должны как-то отличаться от других. Но в любом случае, тут мы говорим о какой-то материально-технической базе, тут мы говорим об оборудованиях и КТ, информационно-коммуникационных технологиях, в какой-то степени о какой-то информационной гигиене. Ну, вот так вот я это понимаю, но спасибо за вопрос, думаю, об этом стоит подумать, вот часть педагогической. Алла Краковина, пожалуйста. Ну, я очень рада, что Катя задала этот вопрос, потому что мы на семинарах все время говорим, если у вас есть какие-то понятия в названии вашей диссертации, это значит, что вы должны их определить предельно четко, и прежде чем вы их не определите, что-то говорить дальше бессмысленно, потому что вот то, как вы определите, это должно просматриваться через всю вашу работу. И, конечно, определите из множества определений, которые существуют, что такое педагогические условия, может быть, уточнить, организационно-педагогические, организационно-педагогические, управленческие, дидактические, как угодно, Но вы должны это выбрать, это точно. Второй вопрос, как бы продолжает первое. Помимо того, что такое педагогические условия, меня интересно, что такое затруднение? И что такое преодоление затруднений? И третье, почему преодоление затруднений связано с готовностью? Это интересный ход, у вас интересно поворачиваться. Но я не поняла. Затруднение преподавателя. Это что такое? Как вы определяете затруднение? И потом преодоление. Преодолевает кто? Преподаватель. А условия создает тот, кто ведет курсы повышения квалификации. Правильно? Вы что это за процесс преодоления? И вы сказали в конце, что вы разработаете какие-то задания для самостоятельной работы. Это хорошо, это правильно. То есть получается, что вы что-то как преподаватель будете предлагать, а уже преодолевать, то есть как-то менять свое отношение, о своей деле будет сам. Слушайте. Так вот, что такое все-таки затруднение? Потому что если посмотреть на восьмой слайд ваш, где вы перечисляете ранжированный ряд затруднений, на мой взгляд, к затруднениям относятся далеко не все. Потому что если плохо составлен курс или неправильно составлен этот интерфейс как-то представлен, это одно. Это не затруднение, это ваши проблемы, это вы плохо сделали. А вот то, что я не умею общаться, я испытываю трудность, когда вы по ту сторону экрана, и я здесь, и я не знаю, что вам задать, или как ответить на ваш вопрос, или как уложиться в уже сделанный регламент, потому что не владею навыками самоорганизации, это другое, это мое затруднение. И причем тут моя готовность, которую я буду рассматривать по четырем компонентам. Эти четыре компонента как-то связаны с преодолением, то есть для того, чтобы что-то преодолеть, мне нужно, чтобы у меня была мотивация, мне нужно, чтобы у меня было то-то и сё-то. Это интересный ход, но надо было бы об этом сказать. И тогда какие затруднения, они могут быть преодолены за счет одного компонента готовности, или обязательно нужны все и как-то связаны? И все-таки что такое затруднение? То есть у меня вот такие вопросы, которые связаны с понятительным аппаратом, он должен быть связан, и все-таки с характером затруднений, которые выделены на восьмом слайде. Ну и само собой, конечно, педагогические условия, потому что уже ясно из вашего материала интереснейшего, который вы собрали, что у вас будут условия связаны с разработкой вот этих электронных пособий, самой среды, с подготовкой к восприятию, очевидно, будет какой-то мотивационный блок, который настраивает на то, что все смогут это делать и так далее. Потом, очевидно, будут какие-то эти задания, которые позволят им отрифлексировать и так далее. Ну и так далее, и так далее. Но вот хотелось бы все-таки уточнить эти моменты. Спасибо. Спасибо, Алла Прокофьевна. Даниил, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Спасибо большое за такой очень большой комментарий и набор вопросов. Я постарался их все зафиксировать. Наверное, Алла Прокофьевна, я не смогу сейчас однозначно на это ответить. Но, да, спасибо. Но думаю, что вот вы сказали, а кто создает условия, вот однозначно это, наверное, двухсторонняя работа. Как поставщика контента или организации. Да, и таким образом, наверное, это расширяет и нашу выборку, и набор ответов, которые могут дать репонденты. Обязательно об этом подумают. Удачи. Большое. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? У меня, Данил, такой вопрос возник. Вот у вас там такой ход вы выделили две группы затруднений, функционально-технологические и психолого-педагогические. Там у вас был такой слайд. И дальше пошел перечень затруднений. Правильно ли я понимаю, что вот тот перечень, который у вас написан, я соглашусь, Алла Прокофьевна, что там те формулировки, которые были, они не все к затруднениям просто относятся. А некоторые являются источниками затруднений, скорее всего. Скажите, пожалуйста, вы просто еще не разделили их на две эти группы или это сознательно было сделано в один перечень, представленные они были? То есть, другими словами, можно ли эти затруднения выделить отдельно психолого-педагогические и отдельно функционально-технологические затруднения? Или все-таки они настолько переплетаются между собой, что это сделать сложно? Светлана Анатольевна, я думаю, что все-таки можно их разделить на два блока. Но также я думаю, что это требует и, наверное, доработки анкеты, которую мы разрабатывали для анкетирования педагогических работников. Потому что, как показала практика, во многом поставленный вопрос влияет на тот или иной ответ респондента, вернее, формулировка поставленного вопроса. Поэтому тут, конечно, важно быть очень таким объективным с точки зрения постановки. Но обязательно мы разделим это на два блока. А, понятно. Ну, мне кажется, что, вы знаете, можно уже сейчас с анкетой дальше, может, и не работать. Может быть, имеет смысл какие-то фокус-группы сделать для того, чтобы уточнить уже, собственно, сами затруднения. Но это уж там на ваше усмотрение. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы доработаете эту часть своего исследования, вы выделите затруднения, вы найдете наверняка факторы, которые на них влияют. Может быть, источники там или причины возникновения затруднений. А что вы с этим будете делать дальше? Зачем вы выявляете затруднения? Хороший вопрос, Светлана Анатольевна. Спасибо за вопрос. Ну, наша задача диссертационного исследования, да, это определить педагогические условия преодоления затруднений при повышении квалификации. Вот, надеюсь, что с помощью вот таких мероприятий это будет способствовать определению таких... Поиску именно условий, которые будут преодолевать затруднения. И, наверное, формирование каких-то рекомендаций для учреждений, которые реализуют подобные программы дополнительные для педагогов в дистанционном формате. А это не только учреждения, институты развития образования, но и вузы, причем очень разные вузы, которые сегодня работают на этой ниве непрерывного педагогического образования. Наверное, тогда это будет иметь смысл. Спасибо большое. Коллеги, кто еще созрел с вопросом к Даниилу? Нет? Ну, спасибо большое, Даниил. Интересное было сообщение у вас. Спасибо. Надеемся, что скоро мы услышим и про условия уже в полном тексте диссертации. Спасибо большое. Спасибо, Даниил. Так, кто следующий готов? Пожалуйста, Сергей. Пожалуйста. Спасибо большое. Сейчас я включу. Хорошо, уважаемые коллеги, добрый вечер уже. Тема моего исследования – это организационно-управленческие условия распространения инноваций в системе общего образования нашей страны. Исследование касается педагогических инноваций, которые мы понимаем как результат инновационной деятельности педагогов, научных или педагогических коллективов, реализованный в виде нового или усовершенствованного методологического или дидактического продукта, то есть новшества, обеспечивающего позитивные изменения в педагогической практике и, соответственно, образовательной среде. По мнению Галины Николаевны Прозументовой, педагогические инновации проявляют себя в открытии и обосновании новых возможностей образования. Сегодня открытие таких возможностей как никогда актуально, мы это каждый день обсуждаем. При этом, хотя в педагогической инноватике всесторонне рассмотрен жизненный цикл инноваций и факторы, соответственно, влияющие на него, для теории педагогики и практики управления образованием по-прежнему вопрос остается открытым о том, какие условия требуются для того, чтобы результативно распространять инновации, при которых сами инновации вызывают у педагогов реальный интерес и реальное применение их на практике. Дело в том, что педагогические инновации предполагают некоммерческие способы распространения инноваций, то есть обмен знаниями, идеями, опытом. Сущностные отличия педагогических инноваций от, например, промышленных определяют специфичность процессов управления их распространением. В связи с этим в течение 2021 года мы занимались тем, что изучали региональные практики управления распространением педагогических инноваций в региональных системах образования. И спасибо большое, что есть возможность сейчас представить промежуточные результаты хода исследования. Мы сходили из того, что в теории системы управленческая деятельность понимается как воздействие на систему, на ее структуру, на протекающие в ней процессы. И это воздействие, оно, во-первых, изменяет ее суммативные характеристики, во-вторых, влияет на изменение желаемых параметров, ну и в-третьих, как связка с первым пунктом ведет к появлению желаемых интегративных свойств. Для воздействия на региональную систему образования, для решения стратегических и тактических задач ее развития РАИВы, ну, простите, региональные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, создают определенные условия для поддержки педагогических инноваций. И сразу отмечу, что предмет исследования у нас – это организационно-управленческие условия распространения инноваций в системе общего образования. Мы не отрицаем роль кадровых материально-технических условий, но в данном случае оставляем их за рамками исследований. Исследование проведено на основе системного и деятельностного подходов. Источниками стали официальные документы, такие как приказы региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, нормативные документы, методические рекомендации, положение региональное, определяющие порядок управления объектами региональной инновационной инфраструктуры в 20 субъектах Российской Федерации. Остановлюсь подробно на организации исследования. Первое. При подготовке исследования в соответствии со структурой организационно-управленческой деятельности я выделил для анализа документов следующие параметры. Цель организационно-управленческой деятельности по распространению педагогических инноваций. Соответственно, средства осуществления этой деятельности, процесс и результат распространения педагогических инноваций. Второе. Предварительный анализ научно-педагогических источников стал основой факторной операционализации параметров. Когда для каждого параметра мы выявили признаки, существенные для распространения инноваций. Это шаг для перехода к выявлению более простых элементарных понятий, для выявления единиц анализа и единиц измерений. Например, для параметра процесса организационно-управленческой деятельности выявлены процедуры организационного воздействия, такие как регламентирование, нормирование, контроль, регулирование. Третье, коллеги. Предварительно я планировал использовать метод контент-анализа, но он требует определения смысловых единиц для поиска и подсчета частоты встречаемости в тексте. Всем нам хорошо знакомы, но тут оказалось, что мы ограничены в объеме массива данных и специфические особенности официально делового стиля документов не позволяют в должной мере этот метод использовать, поэтому более продуктивным нам показался метод интерпретации текстов. Метод заключается в выделении в тексте документов понятий, суждений, фактов, которые можно считать эмпирически обнаруживаемыми, эмпирически обнаруживаемыми для того, чтобы проявить изучаемые параметры. Для характеристики каждого региона мы сформировали семантические еду и характеристики организационно-управленческих действий, которые описывают специфику инновационной системы региона. Методом группировки было выделено 11 индикаторов. Этоп» организационно-управленческой деятельности направлены на подготовку инноваций к распространению и, соответственно, на непосредственное распространение инноваций. Фактически индикаторы описывают созданные в регионе организационно-управленческие условия для распространения педагогических инноваций. Результатом этой части исследования стала разработка идеальной модели управления региональными объектами инновационной инфраструктуры, включающая целевой, инструментально-методологический, содержательно-процессуальный и оценочно-результативный блоки. Выявлены связи между всеми указанными блоками. Для каждого блока определены реализуемые управленческие функции, организационно-управленческие условия и, соответственно, формы их реализации. Теперь ни много ни мало предстоит оценить эти условия как необходимые и, соответственно, достаточные для результативного распространения инноваций. Уточню сразу, что результативность распространения понимается как именно востребованность новшества потребителями, то есть педагогами, соответственно, интерес к изучению и готовность применять эти новшества на практике. В настоящее время идет подготовка к проверке сделанных теоретических выводов с помощью социологических измерений. Будут выявлены сопоставимые субъективные оценки эффективности управления региональными объектами инновационной инфраструктуры, которые дадут представители разных целевых групп. На основе этих оценок мы рассчитываем проверить предположение о том, что целенаправленная комплексная подготовка новшества к распространению является инвариантным условием результативного распространения. Ну а также проверить эффективность различных форм обеспечения доступа педагогов к информации о педагогических новшествах в региональной банке. Результатом работы станет теоретически обоснованная и проверенная на практике система организационно-управленческих условий, обеспечивающих результативное распространение педагогических инноваций. Спасибо большое, коллеги, готов ответить на вопрос. Спасибо большое, спасибо большое. Пожалуйста, выключите, пожалуйста, нам. Ага, спасибо. Коллеги, пожалуйста, давайте зададим вопросы. У кого есть вопросы? Инесса Сергеевна, пожалуйста. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот вы выделяете семантическое ядро. С какой целью вы его выделяете, что это вам дает? Оно будет ведь разным для каждой области? Или вы будете какие-то общие выделять характеристики? И как потом это будете учитывать в своей модели? Спасибо большое за вопрос. Да, одна из задач – это выделение инвариантных условий для каждой области универсальных. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эту организационно-педагогическую, управленческую деятельность, кто осуществляет в реальной практике? Кто вот эти условия будет обеспечивать вашим? Региональные органы исполнительной власти и уполномоченные ими региональные структуры. И вы будете в своей диссертации определенным образом проводить экспертизу по поводу того, как они эти условия оценивают? И оценивают, и обеспечивают. То есть вы будете работать вот с этими управленческими органами? Да. То есть вы будете следовать, насколько они, во-первых, понимают вашу идею и насколько они могут ее реализовать с помощью определенных критериев и показателей, так? Да, я бы даже сказал, воспринимают и принимают. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, у кого еще вопросы есть? Можно, пока вы думаете, я задам свои. У меня вот такой первый вопрос возник. Если я правильно услышала, вы говорили о признаках распространения инноваций, хотя такого словосочетания у вас нет там на слайде, но потом вы перешли к семантическому ядру. Есть у вас такое понятие «признаки распространения инноваций»? Нет. Это я уже что-то услышала другое. Но я теперь об этом подумаю обязательно. Спасибо. Тогда про семантическое ядро. Не кажется ли вам, что из этого семантического ядра может вырасти представление об инфраструктуре, которая сформирована в регионе для распространения педагогических инноваций? И тогда возникает вопрос, вот эта инфраструктура, она имеет какие-то инвариантные, вот управленческие, допустим, которые идут от органов управления образованием, составляющие. Но ведь в каждом регионе для распространения педагогической инновации создается еще и то, что называется сообществом, профессиональным педагогическим сообществом. За счет деятельности людей распространяются инновации. Где-то это какие-то специальные школы проводятся по обмену опытом, где-то там это вот эта экспертиза инновационных результатов деятельности РИП и региональные инновационные площадки, и эти результаты потом каким-то образом распространяются. Вот входит ли эта часть в ваше исследование или вы хотите только сосредоточиться на части именно управленческой, регламентирующей нормативную деятельность в области инноваций? Мы понимаем, что все инновации в образовании только в рамках закона, и поэтому здесь нормативная часть очевидна совершенно. Но вы выходите ли вы тогда в этой инфраструктуре? Потому что мне кажется, что это инфраструктура, а не семантическое ядро. Именно вот в эту педагогическую составляющую. А что еще сделано в регионе для того, чтобы распоряжение, решение, приказ, он начал жить в педагогической среде? Светлана Анатольевна, ну такой многогранный вопрос. Спасибо большое. Я над частью еще буду думать. Хорошо, спасибо. Скажу, что да, основной прицел, естественно, это каким-то образом уже институционализированные части, потому что все-таки результаты их деятельности гораздо ближе к продуктовому результату, который можно уже тиражировать и рассматривать. Однако вот с точки зрения сообществ я сейчас задумался в общении, каким образом регламентируются в регионах их существование. Они, может быть, на самом деле внутри ФИПОВ сидят как раз. И РИПОВ, соответственно, я понял задание. Но они даже скорее не регламентируются, а формализуются. То есть они оформляют какие-то образы, а что-то в какие-то группы инициативные. Ну и последний у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание того, как вы будете отвечать на похожий вопрос вот такого плана? Ваша диссертация по педагогике написана или по менеджменту? Из того посыла, который сегодня прозвучал, складывается ощущение, что вы ближе к менеджменту. Я бы сказал все-таки, что это находится на стыке, потому что все-таки управленческая задача – это обеспечить условия. Но ключевой актор процесса все равно педагог, производящий продукт условиями, создаваемыми нами, которые мы обеспечиваем для распространения. То есть, да, здесь много элементов менеджмента, но это все-таки ближе гораздо к педагогике. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам большое. Так, у вас есть вопрос в чате, и Евгения Ивановна хочет задать вопрос. Я, поскольку вчера нам тоже, у нас обсуждение было, вернее, в прошлый раз, и у нас организационно-управленческие условия. Я вот Александра спрошу, а как он понимает понятие организационно-управленческие условия? Это ваше определение будет дано, или вы опираетесь на какие-то исследования? Ну, я не слишком великий, чтобы давать определение таким термином, поэтому, безусловно, мы опираемся на исследования, которыми мы будем руководствоваться, давая определение. Пока вы сейчас не готовы назвать ученых, вы это, видимо, потом покажете нам в тексте, мы прочитаем это в тексте. Отлично. Ну, и в чате вопрос есть от Екатерины, молодец, услышала меня, спасибо. Катя, какую научную проблему вы решаете в своем исследовании, как вы это объясняете? Тиражирование инноваций есть на сегодня очень существенная проблема, особенно для научного сообщества, поскольку большая часть инноваций сегодня, к сожалению, делается в стол. То есть вы хотите сказать, что практика не всегда готова к восприятию тех инновационных решений, которые предлагают исследователи, если говорить об исследователях. Ну, как же тогда имеется в виду федеральные площадки, региональные площадки? Их же великое множество. Не случайно закрыли одним ростчерком пера два года назад прям огромный список федеральных инновационных площадок. Все же хотят. У всех инновации рождаются. Но потом также ростчерком пера все их открыли, но это не важно. Не все, но не важно. Но тем не менее, я к тому, что ведь не только эти инновации рождаются в недрах исследовательских коллективов, но и практиков. У практиков очень много инноваций. Совершенно верно. Но они исключительно локальны. И в этом-то и есть задача. Попробовать создать, описать условия, способствующие их распространению. Я думаю, что еще в вашем исследовании очень важно понимать, и этот вопрос я вам, наверное, не буду задавать, просто попрошу где-нибудь потом выступать. Но я запишу. А что вы понимаете под инновацией? Потому что это очень сложный вопрос. И здесь очень важно ваше самоопределение, что для вас является инновацией в образовании. А подходов очень много существует. Спасибо большое. Так, коллеги, еще вопросы. Сергею. Андрей Евгеньевич. Здравствуйте, с вашего разрешения. Значит, у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, кто является актором, то есть, ну, как бы носителем этих инноваций? Педагоги, педагогические коллективы. А выгодополучателям? Педагоги, педагогические коллективы и опосредованно ученики и семьи. То есть это все делается для себя, системой образования? Это все делается для страны, системой образования, поскольку все-таки опосредованно выгодополучатель, ученик и семья. И как это, и в чем это выражается, вот эта выгода? А в повышении результативности труда учителя, применяющего инновацию. И, соответственно, более эффективное усвоение детьми, там, знаний, их результативности. То есть учителю становится легче работать? На это направлены инновации? В том числе. А еще? А не в этом числе? Учителю становится легче получить доступ к этой инновации. Учителя есть более широкий инструментарий реализации своих непосредственных задач. Я бы не сказал, что это легче, поскольку более широкий выбор не всегда облегчает жизнь. Но, однако, в каких-то вопросах – да. Вы каким определением инновации пользуетесь? Ну, вот теперь я уже не буду отвечать на этот вопрос с вашим взбором. Я подумаю и вернусь. Подумает. Это сложный вопрос. Да, это вопрос очень непростой, потому что от исходного значения инновации вы далеко ушли. В образовании инновация – это не та инновация, которая в производстве, в промышленности и в бизнесе. Это совсем другая. Значит, у нее другие предпосылки, цели и результаты. И, значит, и другие механизмы распространения. Отвечать не надо. Отвечать не надо. Все, спасибо, Андрей Евгеньевич. Сергей подумает, поразмышляет. Я напоминаю, что у нас Андрей Андреевич любезно всегда ведет запись этих наших научных сессий. И поэтому можно будет потом вернуться и послушать свое собственное сообщение, что бывает, кстати, полезно. Я всем рекомендую это сделать. И послушать вопросы, которые прозвучали. Спасибо большое. Мы переходим к следующему сообщению. ГХУИЦИ написала в чате, что готова выступать. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые преподаватели. На этой научной сессии я хотела бы представить проект, проведенный как эксперимент в рамках моей диссертации. На мой взгляд, учащиеся должны недорого изучать физические основы балета, то есть понять правильное упражнение. Но они должны знать и историю развития балета и вратить терминами. С этой целью было разработать ряд лекций для учащихся наших балетных школ в Китае. Эти занятия познакомили их с зарождением балета в Италии. Основанием первой балета Академии во Франции. Появлением балета в России, где он достиг своего расцвета. Кроме того, педагоги проработали с учениками класса с балетными терминами, которые составили на основе упражнения. Необходимых для занятий классическим балетом, некоторые из них мы перевели на китайский язык, а другие оставили на французском и на китайском языке. Добавили дорого объяснения значения этих слов. После окончания цикла лекций учащихся было предложено пройти текст игру, чтобы проверить уровень усвоения информации. В данный момент мы обрабатываем ворученные результаты, чтобы проанализировать и сделать выводы о проведенном эксперименте. Этот материал в полном объеме обязательно будет добавлен при приложении к диссертации. Уже сегодня я с уверенностью могу сказать, что проект во многом удался. Ребятам было интересно и полезно узнавать про историю балета и терминавки, которые они часто срешают на своих занятиях. Они могли узнать много нового. Кроме того, проект оказался очень удачным для продолжения занятий в островах очередной воды карантинов в Китае. А французское занятие сейчас снова запрещено. И все люди сидят дома. Мы понимаем, что в таких условиях изучения балета в полной мере невозможно. Но теоретические лекции идеально подходят для онлайн занятий. И поэтому помогли сохранить интерес наших учеников к этому искусству. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, давайте зададим вопросы нашей аспирантке. Можно спросить тему исследования? Какая тема исследования аспирантки? Тема исследования диссертации. Тема, да? Да. Это особенно в времени, как балет в Китае, в Китае культуры. Ну, как мой, как сказать. Это вот такое особенно, особенно в времени балет в Китае. Я так понимаю, что вы работаете с детьми, со школьниками, да? Нет, я сейчас работаю в Бекин-университете. В Бекин-университете сейчас тоже, тоже сейчас состават лаборатории, здоровый балет лаборатории, да? Это конструктивный такой уровень лаборатории. Поэтому, если сейчас за гонировирус, да, эти вопросы, эти проблемы, и тоже за эти лаборатории, я не могу вернуться в Россию, поэтому... Понятно. И немножко зависла картинка. Так, ну, я предлагаю сделать следующее. Вопрос у Инессы Сергеевны. Да, вопрос у Инессы Сергеевны. Она же не узнает, потому что Людмила Альбертовна здесь, она записана. Да, Людмила Альбертовна записана тогда. У меня был вопрос, связанный с выступлением. Я хотела услышать все-таки, каков результат, который нам сегодня представлялся, о чем шла речь, и какие выводы были сделаны диссертантам, исследователям, в конечном итоге, как это будет использоваться в дальнейшем в исследовании. Да, то есть это что, это программа какая-то? Да, то есть было непонятно вообще, каков результат, который был сегодня представлен. Еще учитывая плохой русский язык, поэтому, конечно, не было презентации, было сложно понять. У меня тоже близкий к вопросу Инессы Сергеевны. А, собственно говоря, в чем гипотеза-то заключается? Что вы хотите доказать? Как сформулировано? Потому что результаты, это ответы на эту гипотезу, вот как сформулировано. И то, что создавала Евгения Ивановна. Все-таки какая тема, в чем проблема будет тогда педагогического исследования и педагогического готового в рамках общей педагогики или профессиональной подготовки будущих педагогов, которые будут учить детей. Я так понимаю, что в университете работает Деховец? Сейчас да. Ну, Ладьбертовна, включайте микрофон, можете включиться к нами в процесс обсуждения. Спасибо большое, коллеги. Я просто, да, я с удовольствием поясню то, что знаю, чем сама владею. На самом деле тема общедоступной формы преподавания классического танца в вузах Китая при подготовке педагогов-хореографов. То есть она разрабатывает такую адаптированную методику Вагановой не для того, чтобы готовить исполнителей классического балета, а для того, чтобы эти учителя шли в школы преподавать балет. Ну, такой не балет, а по-нашему, честно говоря, ритмика. Потому что у них такого вообще нет. Они преподают свой классический китайский танец, такой народный танец. И вот то, что она сегодня пыталась представить, это такая, знаете, игра. Она сделала ее, исходя из тех вопросов экзаменационных, на которые когда-то, но она не отвечала, но когда отвечают наши студенты, заканчивающие бакалавриат. Это такая общая тема, которую я бы назвала общими словами такая основы истории хореографического искусства. Основы. Она, значит, выбрала там то, что ей было интересно. Они перевели это на китайский язык. Но самое удивительное то, что они сделали игру. Такую игру, как, вот знаете, маленькие дети играли корова и му, например. Ты читаешь, ты сопоставляешь, зажигается лампочка. То есть если у нас это обычная анкета, где есть, вернее, тест, где есть вопрос и несколько ответов, и студент должен выбрать, какой правильный, они сделали это вот такой игрой. И это вот мне лично понравилось очень. То есть для детей, если эту игру внедрить для занятий с детьми, то это, мало того, что это облегчает, это интересно, и у нас такого это точно нет. Но она вот так попыталась, видимо, имея такую возможность, попыталась вот так адаптировать, чтобы как-то обучить их терминологии французской балетной, терминологии на французском языке. Китайская звучит по-китайски совсем не так, как на французском. Там должен быть специальный перевод. Ну, я просто это слышала, знаю. Поэтому она такую достаточно большую работу проделала. Но, к сожалению, я не могу увидеть всю работу. Она совсем в Китае не выездная. А дети, вы имеете в виду, это все-таки студенты бакалавриата дети? Нет, дети – это школьники. То есть она готовит педагогов, учителей. Вот в своих вузах Китая они пытаются готовить учителей танца, причем не только классического китайского танца, а именно балета. Но балета адаптированного, потому что они принимают туда всех. У них даже в Горном университете есть отделение танца. Я поняла. То есть вот эта игра, о которой вы говорите, она сделалась студентами вместе для того, чтобы потом внедрить в работе со своими будущими учениками. Все понятно. Да. Ну что, поскольку у нас третий год, насколько я понимаю. Третий. Да. И мы ждем итоговой аттестации. Надеемся, что все в порядке. Хотя мы можем и дистанционно принимать ее, если ГЭК-УИЦИ не сможет приехать. Это мы тоже понимаем. Да, но мы очень хотим, чтобы все-таки она тоже вышла на защиту, потому что работа, наверное, получается интересная и важная, значимая для развития высшего образования в Китае особенно. Это точно. Но, к сожалению, пока вот никак с ней не... Очень сложно выстраивать отношения. Ну, потому что, видите, часовые пояса разные. Да. Да, и расстояние большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, благодарю вас. Так, пожалуйста, Юля. Юля, Светлана Алексеевна пришла. Юля Егорова, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники научной сессии. Меня зовут Егорова Юлия Викторовна. Я являюсь аспирантом третьего курса «Очная форма обучения». Тема выступления – идея культурно-исторической концепции Льва Семеновича Выгодского, значимая для анализа современной социальной ситуации развития ребенка. Научный руководитель Расчетина Светлана Алексеевна. Тема диссертации – это культурно-историческая концепция Льва Семеновича Выгодского как теоретическое основание исследования современной социальной ситуации развития ребенка. Объект, предметы, цели исследования представлены на слайде, я их засчитывать не буду. Они также есть в раздачном материале. Актуальность исследования заключается в том, что современные общественные изменения формируют качественно новую социальную ситуацию развития, связанную с взрослением, осложненную новыми социальными проблемами. И одной из важнейших характеристик является расширение пространства стихийной социализации. В этих условиях возникает потребность в поиске теоретических идей, которые могут быть использованы для анализа многообразия социальных проблем детства. В нашем исследовании было поставлено пять задач. И первая задача звучит как раскрыть основные положения культурно-исторической концепции Льва Семеновича Выгодского, значимые для исследования многообразия современных социальных ситуаций развития ребенка. Объект, предмет, цель представлены на слайде. Актуальность исследования я уже сказала. Итак, задача исследования, которую мы решали, в рамках ее решения мы проанализировали работы Льва Семеновича Выгодского, отражающие положение культурно-исторической концепции, а также научные работы авторов, развивающих идеи Льва Семеновича Выгодского, среди которых Бажович, Леонтьев, Карабанова, Аарон и другие. Результатом теоретического анализа выступают идеи культурно-исторической концепции. Они являются общеизвестными, но они значимы для нашего исследования, потому что мы хотели бы рассмотреть возможность их применения для теоретического анализа современности. Результат мы представили в виде таблицы. Мы обозначили положение культурно-исторической концепции, выдержки из работы Льва Семеновича Выгодского, подтверждающие эти положения, и показали, для чего они нам необходимы. Первым такой идеей является само понятие культурно-исторической концепции. В выдержках представлена связь культуры, социума и психического развития ребенка. И эта идея значима для нас, то, что мы выделили, значимость для анализа институциональных процессов, то есть стихийной социализации в условиях нестабильного социума, ценностных ориентаций, представленных в современном социуме и культуре, воспитательного процесса, нацеленного на решение проблем современного ребенка. Следующим понятием является понятие социальная ситуация развития, и в выдержках отражено то, что она является основным источником развития ребенка, определяет образ жизни ребенка и является системой отношений между ребенком и социальной действительностью. В значимости идеи мы выделили анализ отношений, представленных в социальной ситуации развития ребенка, также выявление роли среды в развитии ребенка, и также для понимания того, что ребенок является центром социальных связей и отношений к социальной действительностью. Еще одним важным аспектом является изучение многообразия социальных ситуаций развития современного ребенка. Следующим понятием выступает переживание. Это субъективный аспект социальной ситуации развития. Здесь мы выделили значимость идеи для экзистенционального анализа. Индивидуальная социальная ситуация развития ребенка, отношение ребенка к собственной личности в нестабильных условиях социума. Следующим понятием является зона ближайшего развития ребенка. И в данном случае мы выделили значимость идеи для выявления потенциальных возможностей ребенка в современных условиях, для цели полагания, прогнозирования, проектирования педагогических путей, процессов, нацеленных на социальное развитие ребенка в нестабильных условиях социума. Следующее понятие – это понятие, опережающее роли обучения в развитии ребенка. Она тесно связана с предыдущим, с зоной ближайшего развития. И здесь мы выделяем значимость идеи для постановки целей обучения и воспитания, ориентированных на зону ближайшего развития ребенка, а также для разработки и реализации проектов, нацеленных на преобразование социальной ситуации развития ребенка в современных условиях. Последней идеей является общение как средство экстериоризации и интериоризации. И здесь мы выделяем значимость данной идеи для выявления роли коммуникации в современном мире, в социальной ситуации развития конкретного ребенка, и также для выявления роли знаковых систем в формировании сознания и поведения ребенка в современных условиях. На основе выявленных идей, содержащихся в положении культурно-исторических концепций Льва Семеновича Выгодского, мы планируем разрабатывать теорию ситуационного анализа современных проблем детства и способов их решения. И в данном случае, в рамках нашего исследования, мы рассматриваем ситуационный анализ не только как метод обучения, но и как метод исследования, в основу которого будут положены положения, то есть теоретические идеи, культурно-исторические концепции Льва Семеновича Выгодского. На данную тему написана статья в журналах ВАГ, а также глава в монографии, и данные представлены на послайде. Спасибо за внимание. Юля, спасибо большое. Коллеги, давайте вопросы зададим. У меня первый вопрос. Правильно ли я поняла, что вы поменяли тему? Да, все верно. Мы поменяли тему в связи с уточнениями наших научных интересов. Мне кажется, что все-таки вы не очень хорошо отразили в теме свои интересы. Мне кажется, что так, как тема сейчас называется, не знаю, не то, что она не проблемна, но она как бы очевидна. Выгодские кокушки наши, все, и мы его используем. И, наверное, если вы как-то четче выразите, что вы используете, то есть ищете какие-то основания для, теоретико-метологические основания для изучения, тем более у вас работа теоретическая, современной, нестабильной ситуации, стихийной социализации ребенка, мне кажется, это более точно как бы будет. А если говорить о сегодняшнем выступлении, то я хотела бы узнать, первое, каким теоретическим методом, каким методом, точнее, теоретического анализа вы пользовались, чтобы выявить значимые для вас идеи Выгодского, тем более что то, что перечислено, это его общеизвестные идеи. И вот как связать, как доказать, что именно эта идея значима для сегодняшней ситуации и раскрытия именно стихийной социализации? Потому что если вообще-то посмотреть, то и работы Выгодского были в нестабильной ситуации социального развития ребенка. Поэтому вот никак не поймать эту проблему. Я понимаю, что вы можете сегодня представить некоторые модели, как изучать, вернее, как я вас понимаю. Вы хотите представить некоторые модели изучения психийной социализации в современных условиях. Задача суперактуальная и крайне важная. Понятно. Вы предлагаете, что вы будете вот эти модели или вот эти подходы к изучению выполнять, опираясь на концепцию Выгодского. Увидите право Бога ради. Но дальше надо доказать, почему вы выбрали именно Выгодского, а не Петрова, Иванова, Сидорова. А второе, что из его богатейшего наследия вы возьмете. Потому что ваша таблица при всей тщательности ее заполнения и огромном интересе познавательном, когда вы все шесть идей раскрыли, не дает ответа на вопрос, почему именно для современной ситуации, современной социализации психийной это важно. Мне, во всяком случае, из выступления и материала это было не видно. И мне кажется, что надо на это обратить внимание. И все-таки, каким можно доказать выбор именно этой технической концепции, раз она у вас в центре? Потому что вообще-то можно было не доказать. Если вы выполняли просто работу по стихийной социализации, сказали, что вы опираетесь в Новогодске, ну да, бога ради, имейте право. Это ваш любимый автор, вам интересно, вы хотите развивать его идеи, бога ради. Но у вас ведь это как задача исследовательская. Значит, надо как-то обусновать, почему именно он и что именно из него. А какой это метод анализа? Какой? Уж явно не просто чтение. Но когда мы разговаривали с Светланой Алексеевной, она говорит, что, я так ее поняла во всяком случае, что вот эту стихийную социализацию сегодня можно описать через систему связей. Ну, есть связи, которые ее отражают. И вот вы эти связи именно имеете. Можно мне, да, тоже... Просто хотелось бы, чтобы был ответ на этот вопрос. Да, конечно. Можно мне еще сказать несколько слов. Значит, во-первых, мы сами сейчас пока что темой не очень довольны, потому что она сейчас звучит или как психологическая, или как социологическая. Там нет педагогики. Слова педагогика, воспитания, чего-то такого нет. Вот, но, значит, вот в этих шести идеях мы написали, что вот там, где культурно-историческая концепция, это первая глава нашего исследования, первый параграф институционализации процессов этой социализации, которые вообще сегодня хаотичные, а их надо институционализировать. Да. Это стихийное. Потом следующие две, вот эти вот линии, две вот эти следующие, они понятия социальной, собственно, само понятие социальная ситуация и переживание. Это очень близко к экзистенциальному подходу. А сегодня индивидуализация очень звучит, поэтому мы ее выбираем. Вот это будет второй параграф первой главы. А третий параграф, там, где опережение, так сказать, работать на опережение, и там, где зона потенциального или ближайшего, вот это педагогический, воспитательный параграф. Вот так мы мыслили. А если прошивать сверху вниз, то идея какая? Я знаю, что есть социум, что в этом социуме сегодня есть определенные, но очень сложные, вот эти самые ценностные ориентации. И эти ценностные ориентации зашифрованы в знаках, в речи. И вот хочется вот через эти вещи вот тут вот разработать саму концепцию. Вообще, на этом, так как нам эту тему не очень давно поменяли, то вот сегодня мы сосредоточились вообще на углублении в Иготского. Вот там пока что шесть идей. Они известны, но новизна будет заключаться, если мы докажем, что они вот значимы для воспитательных процессов, которые хотят эту стихию переломить. Ну и дальше ценностная ориентация, скажем, вот на цифру здесь. И что это вот есть вот в этой самой знаковой системе или в речевой практике. А сегодня именно речевая практика, вышивающая и там, и здесь, и в виртуальном мире, и в реальном, что вот эта речевая практика, она содержит в себе вот эти ценностные ориентации. Самые разнообразные. А ребенок на них ориентируется. Светлана Алексеевна, я полностью с вами согласна с тем, что вы говорите. Но у меня возникает вопрос. Ведь если говорить о том, что сегодня надо, ну, грубо говоря, упорядочить эту стихийную социализацию и через ценностные ориентации, и через особенности знака, о которой писал Выгодский, тогда возникает другой вопрос. И еще плюс ко всему, когда у нас тут новые орудия труда, а именно цифра, возникает вопрос, а разве такую сложную современную проблему можно решить только опираясь на Выгодского? Нет, конечно. Нет, тогда в чем проблема? Что я с Выгодским хочу сегодня сделать? Ну, вот понимаете, как... Выгодский, она сказала, мы берем потом там широко, берем еще всех людей, но не всех, а значимых какие-то личности, которые опираются на эту систему. Правильно. Тогда возникает снова вопрос. В чем проблема-то? Ну, что я хочу доказать? Что Выгодский... Выгодский, мы хотим доказать, что теория Ильва Семеновича Выгодского очень значима и может быть как бы вариантом исследования современного социума, современных процессов социализации, современных процессов ценностного ориентирования. Если честно, то я думаю, что это не уровень кандидатской. Вот я тоже хотела про это сказать. Это очень сложно. Это другая история. Сказать вопрос не всего не значим. Это для Юли следующий этап. Это докторская. Я скажу. Мы разговаривали с Вами вчера о том, что у нас есть некое рабочее название, другое название темы, многообразие социальных ценностей. Да. А мы тоже его перевернули. Мне вот показалось, что это намного точнее. Про Динсию, пожалуйста, чтобы коллеги послушали. Просто, Алла Прокофьевна, мы уже сегодня разговаривали с Юлей вчера вечером, когда она вернулась. Ну, просто поскольку раздаточный материал уже был как бы уже выдан, мы рассматриваем многообразие. Будем рассматривать многообразие. И Ранна тоже о ней говорила. Да, да, да. Просто у нас возникла вот мысль, что лучше добить теорию как бы внутри или проявить ее вот как бы в самой семье. Вы, Карина, пошел ты внимательно. Юля, давай. Да, другой вариант темы звучит как многообразие социальных ситуаций развития ребенка в нестабильных условиях социума. Прекрасно. И она будет изучать именно вот это многообразие и показывать, выделять это многообразие. Да, да. Как раз исходя из теории Лугодски. А Лугодски будет внутри, но не в названии. Очень хорошо. Мне кажется, что это лучше. Прекрасно. Прекрасно, да. Это глубже. Проще уже. Это прозрачнее. Восприятие прозрачнее. Ладно. У меня только одно пожелание. Поскольку Юля девушка трудолюбивая, хорошо бы она бы это сделала побыстрее. Не растягивая на десятилетие. К первому сентября. Потому что в Лугодске можно заниматься долго и глубоко. К первому сентября. Поэтому мы и говорили о том, что необходимо конкретизировать все-таки этот момент и выделить какую-то узкую область. Ну, все-таки для исследования локальную проблему. Мне кажется, что если возьмут последнюю формулевку тему, то никуда не пропадет то, что наработано по Лугодскому. Более того, никуда не пропадет то, что делал Юля первый год по личностям студента. Потому что вот Лугодский как раз и позволяет посмотреть, как личностно это воспринимается или не воспринимается. А это важно для социального педагога. И вот тебе пример, как и научно-исследовательская деятельность идет по спирали. Третий год, а вот нарабатывали материалы, формируются результаты. Но все-таки еще и еще возвращаемся к исходной проблеме. Ну, то есть она как участник проекта, она посмотрела вот эти стихии социализации, участвовала, так сказать, в исследовании. Как преподаватель, она уже в курс, вот это самое, она уже провела курс, понимаете, поработала со студентами. И сейчас с марта месяца начнет работать. Ну, и теория, она уже все-таки вникла. Все-таки я ее ориентировала на то, что вот пока не будешь знать на зубок саму теорию. Вот нужно там все связи, где культура, где социум, где знак, где чего. Вот чтобы сложилась в голове у девочки вот эта вот как бы такая конструкция. Ну, хорошо. Давайте на этом пока поставим многоточие. Спасибо, Калина. Я думаю, что мы с удовольствием послушаем на итоговой аттестации Юдин доклад о результатах научного исследования, а потом защиту диссертации. Спасибо большое. Так, ну что, Саша у нас готов. Можно следующий слайд уже. Тема научного сообщения. Организационно-педагогические условия. Индивидуализация обучения будущих педагогов-хореографов на основе технологии социокультурного проектирования. Следующий слайд. Цель объекта предмета задачи есть в раздаточном материале, поэтому их я не зачитываю. Гипотеза исследования. Результативным средством индивидуализации обучения будущих педагогов-хореографов выступает технология социокультурного проектирования, если, и здесь я обращаю внимание на последние условия данной гипотезы, если будут определены организационно-педагогические условия, которые обеспечивали бы индивидуализацию обучения на основе социокультурного проектирования. Можно следующий слайд. На нем представлены задачи исследования, и сегодня нас интересует четвертое. Выявить и теоретически обосновать организационно-педагогические университеты условия. Можно следующий слайд тоже. И сперва обозначим, что же мы понимаем под этими условиями. Это характеристика педагогической системы, которая отражает совокупность потенциальных возможностей пространственно-образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и направленное эффективное функционирование, а также развитие педагогической системы. Второе понятие, которое нас интересует в нашей работе, это социокультурное проектирование, которое понимается как специфическая технология, представляющая собой конструктивную творческую деятельность. Результатами данной технологии являются программа и проект. И, как нам кажется, это может быть эффективным средством индивидуализации обучения будущих педагогов-хореографов. Следующий слайд. И на основе уточнения понятия социокультурного проектирования, которое применяется в контексте нашего исследования, и учитывая специфику хореографии как вида профессиональной деятельности в области искусства, мы будем рассматривать его как технологию саморазвития личности студента-хореографа в процессе разработки и выполнения проекта по сохранению, воссозданию или развитию хореографического наследия, а также по формированию хореографических новаций с учетом личностных интересов и мотивов обучающихся. Следующий слайд. Следует отметить, что при социокультурном проектировании у студентов появляется уникальная возможность попробовать себя в разных ролях. Это и хореограф-постановщик, и репетитор, танцовщик, организатор художественных и педагогического процесса, режиссер, руководитель проектной команды и многое другое. Педагог-хореограф, конечно же, это представитель творческой профессии. Творчество является основой развития личности, для которой характерен неповторимый индивидуальный стиль работы. И мы предполагаем, что социокультурное проектирование обладает педагогическим потенциалом и может служить эффективным средством индивидуализации обучения студентов-хореографов педагогического профиля. Под индивидуализацией обучения в работе нами понимается организация учебного процесса с учетом индивидуальных интересов, художественно-творческих предпочтений каждого студента. При этом индивидуализация осуществляется в условиях коллективной учебно-творческой работы в рамках общих задач и общего содержания обучения. Теоретические исследования, раскрывающие сущность индивидуализации обучения, а также анализ опыта и на основе сформулированного понятия социокультурного проектирования в контексте нашего исследования, позволили к организационно-педагогическим условиям индивидуализации обучения будущих педагогов-хореографов отнести следующие пять. Первое. Построение и реализация индивидуального образовательного маршрута на основе технологии социокультурного проектирования студентов-хореографов педагогического профиля, учитывающего их индивидуально-творческие интересы, образовательные потребности и профессиональные мотивы. Второе условие. Включение студентов в социально-культурную деятельность вуза с учетом различной степени развития их индивидуальных способностей. Третье. Использование разнообразных способов организации социального партнерства вуза и социокультурной сферы города и региона в соответствии с индивидуальными педагогическими идеями и хореографическими находками студентов. Четвертое. Включение студентов в социо-культурные проекты различной направленности в области хореографического искусства, выполняющих индивидуальные проектные роли, которые способствуют пониманию полифункционального характера будущей профессии педагога-хореографа. И пятое условие. Последнее. Это использование цифровых информационных сред, которые позволили бы учитывать художественно-творческие предпочтения каждого студента в сфере проектирования с целью наполнения хореографической культуры новыми смыслами и возможностью индивидуального выбора прохождения педагогической практики в новых реалиях. Следующий слайд можно. Педагогические условия частично уже нами апробированы. Студентами реализованы проекты, в частности, такой уникальный проект, как «Танцевальный Петербург». У студентов была возможность проявить себя в несвойственных им ролях и попробовать спроектировать экскурсионные маршруты по нашему городу и в индивидуальном порядке представить различные публики. И уже он был представлен в школах Санкт-Петербурга. Результаты находятся на стадии обобщения. В этом случае можно уже отметить положительную динамику по выделенному нами одному из критериев индивидуальный творческий почерк педагога-хореографа. И предпоследний слайд. И уже промежуточные результаты нашего исследования опубликованы в трех ваковских статьях. Они представлены на слайде. И на этом я завершаю свое выступление. Благодарю за внимание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо, Саша, большое. Вы уложились во время. Теперь вы спокойно рассказали нам. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Давайте зададим. Алла Прокоевна, пожалуйста. У нас Сергеевна руку поделась. У нас Сергеевна, пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот вы говорите о том, что социокультурное проектирование обладает педагогическим потенциалом. На каком основании вы делаете такую? Докажите, пожалуйста. На основании изучения литературы. То есть мной проанализированы ряд уже источников, и в том числе диссертаций. И здесь схожая проблема и нашего исследования, и там тоже доказывается потенциал. Именно педагогический потенциал. Да, именно педагогический потенциал. В чем он состоит? А в чем он состоит, педагогический потенциал? В развитии творческой индивидуальности, в формировании творческих качеств, в коммуникативной компетентности. Скажите, пожалуйста, второй вопрос. О каких технологиях социокультурного проектирования идет речь в вашем исследовании? Социокультурное проектирование мы на данном моменте понимаем как саму технологию. Поэтому это как одна технология социокультурного проектирования. Но мы ее рассматриваем именно в области хореографического искусства. То есть проекты, где в основе у нас идет хореографическое искусство, которое направлено уже на различные социальные группы. Это и ученики, это и семьи, это и также педагоги-хореографы. Спасибо. Большое. Валя Праковина, пожалуйста. Спасибо. Саша, у меня, во-первых, претензия небольшая к формулировкам. Потенциальная возможность. Потенциал – это уже возможность. Наверное, скрытая возможность, можно говорить. Или потенциал педагогический. То есть просто имеет смысл посмотреть на это. Спасибо, да, я уточню. Вопрос у меня такой. Каким образом были выявлены эти условия? И насколько эти условия, ну, как скажем, образуют целостную совокупность? Нет ли это повторения? Когда я смотрела ваш слайд восьмой, мне кажется, что там как бы излишне детализировано. Я этих пять привела бы к троим максимум. Потому что индивидуальный маршрут, он предполагает не только учебную, не учебную деятельность. Он предполагает, если говорить о социокультурном, то выход за рамки содержания образовательной программы. Алла Праковина, я с вами полностью согласен. Как вы выявляете эти условия? Они вот на данный момент... И почему именно такой набор? Потому что, понимаете, технология социокультурного проектирования, включение в социокультурные проекты, непонятно. Я думаю, что мы... Стальное партнерство согласны. Индивидуальный маршрут – это очень общее. Может быть, к нему надо подвести все. Тем более вы говорите о разных ролях, которые в любом проекте студенты используют. Говорите о индивидуальном подчерке. И в индивидуальном маршруте, мне кажется, это все связано как бы. То есть я хочу сказать, что нельзя ли систематизировать эти условия, которые представлены на пятом, на восьмом слайде, чтобы избежать как бы семантического... Да, смыслового такого дублирования. Да, я думаю, можно их. И вопрос все-таки, как они были выделены? На основе анализа опыта, то есть проведения интервью с преподавателями, я и анализ литературы по индивидуализации обучения, я, которая близка к нашей теме. То есть есть исследования, которые там прослеживаются, и включение студентов в социальную деятельность, проектную деятельность. Ну, Саша, ведь у вас все-таки социокультурное проектирование. Понимаете, мне кажется, что то, что вы говорите, что вы выделяете условия на основании анализа опыта, когда вы делили аспекты, параметры, связанные с индивидуализацией, я с вами полностью согласна. Но у меня еще один вопрос возник, это по каким параметрам вы будете судить? Вы слишком много назвали проявлений, ну, личностных проявлений студентов, которые участвуют в этих социально-культурных проектах. Это индивидуальный почерк, это коммуникативная компетентность, это и творческие способности, это и разные роли. То есть, что для вас будет основным? Основным. Можно было сказать, что вот это, это, это и есть, следовательно, индивидуализация произошла. Ну, основным, на данный момент пока два основных, мне кажется, это индивидуальный творческий почерк, педагога-хореографа и самореализация. А через какие параметры вы будете это смотреть, чтобы доказать, что это произошло, да? То есть, это надо подумать все-таки, надо как быть. И еще у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы докажете, что социально-культурное проектирование – это и есть технология, которая обладает определенными признаками, довольно жесткими? То есть, мне кажется, что если вы просто говорите о социально-культурном проектировании без слова технология, это все ложится, все, что вы говорите. Если вы говорите технология, то, мне кажется, здесь уже требует более жесткого такого определения, потому что сама технология всегда подразумевает определенный алгоритм и пошаговость, которую нарушать нельзя. Вот поэтому специфику бы тогда в социальном проектировании, как именно технологии, хотелось бы тоже увидеть. Спасибо. Алла Прокофьевна, мне кажется, что здесь главная задача для Александра – это выстроить понятийный аппарат. То есть, есть некая путаница в понятийном аппарате, который вводит с Александром. То есть, у него… Ну, мы все это слышали. То есть, надо более четко определить свои позиции исследовательских. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? У меня вопрос, Саша, вот по сути вашего исследования, скажите, пожалуйста, а вы какую для себя решаете задачу исследовательскую? Что вы ищете в индивидуализации? Разве у нас недостаточно знаний вообще об этом процессе? Недостаточно, да. Ну, знаний, безусловно, достаточно, а работы, которые рассматривались бы именно с точки зрения подготовки педагога-хореографа, их недостаточно. Саша, ну, такой ответ можно дать вообще на любой вопрос, мы знаем. А вот скажите, пожалуйста, Светлана Анатольевна, удовлетворит ли вас ответ, что, по сути дела, он решает вопрос, каким образом обеспечить становление вот этого индивидуального почерка, без которого… Вот мне кажется, вот это как раз было бы, вот это как раз и без задачи. Потому что у меня следующий вопрос был про новизну, в чем будет новизна, и как раз мне кажется, что вот именно в этом будет новизна. Да. Не учет индивидуальных особенностей людей, а выстраивание индивидуального, такого профессионального развития, как профессионала будущего. То есть там должны быть хореографические показатели, не просто, а хореографические, понимаете как? То есть вот вы сказали, это показатель, а там внутри специфика. Внутри они будут безусловно. Будет очень интересно, что у вас совсем другая личность, она по-другому себя представляет в танце. Именно хореографическая. Да. Вот это вы должны понять, там, я не знаю, что там, стиль может быть, поход, ну я знаю, ну там, в самом танце нужно найти. По сути дела, вы же по восьмой специальности, Саша, пишете работу, по восьмой, по теории методики профессиональной. Ну у меня сейчас пятая, но я вот так понимаю, что она будет восьмой. Да, конечно, она не будет пятой, это понятно. То есть это методика профессионального образования. Можем ли мы распространить вот это вот знание, которое вы получите, если основываться на идее индивидуального почерка такого профессионального, на все направления именно вот такого художественного, эстетического профессионального образования, как то, например, будущие там живописцы, музыканты, вокалисты, вот это я имею в виду. Мне кажется, что модель, которая у нас будет представлена, то если даже не полностью, то частично она может и применяться и к другим областям творческих профессий. Видимо, это надо будет какую-то запланировать как-то экспертную оценку модели. Именно представителями вот этих областей профессиональной подготовки у нас в университете достаточно специалистов. Это можно сделать внутри университета, чтобы сделать такой обобщающий вывод. Тогда, мне кажется, это будет новизна очевидная вот в этой работе в плане профессиональной теории, не только профессионального образования. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще вопросы для Александра? Ну что, ждем диссертацию. У нас тут вот на этом курсе три человека, которые и работают, и заканчивают. И мы хотим очень их принять в коллектив преподавателей университета. Поэтому четыре человека, и просто четвертая еще ничего не рассказывает. Четвертая еще, я имею в виду Кристину, она еще не выступала. Еще четвертая Кристина, которую мы тоже уже, она у нас уже работать начала, но мы ждем диссертацию в этом году, коллеги. Поэтому я прошу не расслабляться. Давайте закончим с тем, чтобы у нас дорога не закрывалась. Игра Антонина, мне кажется, что вы должны сказать что-то такое вдохновляющее, потому что ребята, которые сегодня выступали, они потрясающе работают. Вчера я видела свою задачу, чтобы сказать, это не то, это не так, это не то. Они сегодня все поняли, многое очень учли, то есть они могут работать, и они понимают, что они делают. Просто вот молодцы, молодцы. Несмотря на то, что вопросы есть, это нормально, но они очень слышат как бы и вопросы, и замечания, и, наверное, это используют в своей работе. Просто молодцы сегодня они. Я хочу сказать, что к третьему курсу при нашей такой совместной системной работе и при, естественно, желании самих аспирантов делать, трудиться и не опускать руки, мы получаем вот такой результат, когда они начинают слушать, не обижаться, не уходить в сторону, не говорить, что мне это не надо, потому что дорога в науку, она терниста, это понятно, что это не красная ковровая дорожка в красивом платье и в новых ботинках. Молодцы, молодцы. Молодцы, да, молодцы. Ну что, на сегодня у нас список завершен, Ольга Валентиновна, правильно я понимаю? Ну, получается, что лучников, да, его нет, вот, и там поднятая рука у Ольги или иной. Здравствуйте, я хочу представить свой результат. Сейчас я включу презентацию. Так, здравствуйте, уважаемые участники научной сессии. Я представляю свой результат проведенного исследования. Тема диссертации «Индивидуализация магистрского образования в университетах Франции». Объектом исследования является магистрское образование в университетах Франции предметом организационно-педагогические условия процесса индивидуализации магистров педагогических направлений подготовки во французских университетах. Целью исследования является изучение тенденций развития организационно-педагогических условий процесса индивидуализации магистровского образования в университетах Франции в контексте баллонского процесса. Для достижения цели были поставлены следующие задачи, которые вы можете увидеть на слайде. Одним из результатов исследования является выявление особенностей организации процесса индивидуализации магистрского педагогического образования в университетах Франции. В качестве методологической основы являются культурологические и аксиологические подходы диссертации. Также, кроме теоретических методов и подходов, использовался эмпирический метод исследования онлайн-опроса. Данный результат, который я хочу сейчас представить, был получен с помощью методов теоретического анализа законодательства Франции для определения актуальных реформ в сфере образования, анализа научной литературы русских и зарубежных исследователей, изучения официальных сайтов правительства и университетов Франции для определения современной университетской практики магистрантов в университетах Франции. Из оригинальных источников новизна результата исследования заключается в том, что была раскрыта специфика современного педагогического образования в университетах Франции на уровне магистратуры. В качестве результата исследования, в результате анализа официальной периодической научной литературы, а также изучения практики в университетах Франции, было выявлено, что процесс индивидуализации магистратского образования присутствует на разных уровнях, таких как высшие учебные заведения, так как существуют существенные различия в организации обучения в университетах и высших школ Франции, разнообразие дипломов и сертификатов. Кроме национальных степеней, существуют также и другие сертификаты и дипломы, которые можете видеть на слайде. Это вариативность форм получения магистрского образования, вариативность маршрута обучения в магистратуре, то есть возможность выбора более узкой магистрской программы после первого курса, так как в магистратуре Франции первый и второй курс разделен, то есть это две разные магистрские программы, и студенты могут выбрать на втором курсе более узкую магистрскую программу, а также возможность выбора маршрута обучения в рамках одной специальности на втором курсе в зависимости от дальнейшей карьеры, то есть в зависимости от того, что студенты хотят, когда они либо будут заниматься профессиональной деятельностью в учебном учреждении, то есть идти работать в школы и другие учебные учреждения, либо они будут продолжать научную деятельность в обучении в докторантуре Франции, то есть в аспирантуре. Также это вариативность форм получения магистрского образования. Во Франции есть три формы. Это первая форма – базовое образование для впервые получающих высшее образование по данной дисциплине. Это непрерывное образование, которое предлагается в качестве повышения квалификации и форма обучения альтернатс, как совмещение работы и обучения, то есть это чередование учебных дней в университете и рабочих дней на рабочем месте, то есть на предприятии или в учебном учреждении. Это также прохождение стажировки на первых-вторых курсах обучения, при этом есть возможность выбора мест прохождения стажировки, то есть педагогической практики. При опросе студенты указали, что у них имеется возможность предоставлять места стажировки по своему желанию, обычно от 1 до 5, и уже ответственный за стажировку распределяет эти места в зависимости от пожеланий студентов. Это также возможность прохождения стажировки за рубежом. При опросе студенты указали о том, что они имеют возможность стажироваться во французском лицеи в Сингапуре и во французском институте в Германии. Это также возможность допрофессиональной подготовки учителей. С 2019 года студенты имеют возможность работы, то есть допрофессиональной подготовки в результате подписания трехлетнего срочного контракта по должности педагогического ассистента со второго курса лицензиата до первого курса магистратуры. Также это возможность допрофессиональной получать дополнительные кредиты, проходя обучение на курсах в других университетах. Это реализация тьютерского сопровождения студентов. При опросе было выявлено, что у студентов французских магистратур более осознанное понимание значимости, значимости тьютерского сопровождения при реализации, индивидуализации образования в магистратурах. Также это вариативность форм, средств обучения и оценки. Здесь можно привести как широкое применение цифровых технологий на занятиях, таких технологий оценивания, как виртуальное портфолио, рейтинговые таблицы для учета достижений и, как оказали сами преподаватели при опросе, электронные образовательные платформы, такие, которые вы можете видеть на слайде. На этом я хочу закончить свой доклад про результат исследований и готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо, Оля, большое. Спасибо, Оля, за сообщение. Коллеги, давайте зададим вопросы. Я напомню, что Оля у нас уходила в академический отпуск. Вы сейчас уже вышли, да, официально? И она у нас выходит на аттестацию, на итоговую аттестацию, как аспирантка третьего года обучения. Коллеги, давайте зададим. Инна Сергеевна, пожалуйста. Индивидуализация магистрского образования. Какое вы вкладываете содержание в это понятие? Под индивидуализацию образования мы вкладываем понятие широкое. То есть это организация образовательных процессов, преобразование всей системы обучения. То есть и организации, и содержания, и выбора методов, средств, технологий обучения, которые будут направлены на раскрытие, максимальное раскрытие, содействие, развитие студентов, исходя из индивидуальных потребностей и исходя из индивидуального учета, из учета индивидуальных особенностей студента. И второй у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите об особенностях индивидуализации магистрского образования в университетах Франции, можно ли выделить некий инвариант, который определяет эти особенности для разных университетов? Я так понимаю, что вы смотрите разные университеты Франции, где осуществляется магистрское образование. Есть ли вот некий инвариант, который характерен для этих особенностей, что-то общее, когда мы говорим про особенности индивидуализации магистрского образования? Если брать только французские университеты, то я как раз о них и говорила. Вот это и есть особенности, которые есть во всех университетах. Для всех университетов Франции индивидуализация магистрского образования как особенности, Что-то общее, что-то объединяющее их. И есть какие-то специфические особенности. Если, например, брать прохождение стажировки, то общей особенностью для французских университетов является возможность выбора места прохождения стажировки. Но в различных университетах они разные. То есть кто-то имеет возможность обучаться за рубежом. У кого-то есть возможность составлять список мест. И студенту имеет возможность составлять список мест. И его желания учитываются. Где-то эти желания ограничиваются. Спасибо. Спасибо, Яковлева. Спасибо. Так, коллеги, еще вопросы? У меня, Оля, два вопроса есть. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы говорите о каких-то направлениях, у нас это профили называется, да, в магистратуре программах. Вот о подготовке кого в магистратуре вы говорите? Это педагоги будущие, гуманитарии? Может быть, это будущие естественники. Какая категория программ вами анализируется? Педагогическая магистратура. Это педагогические направления, да. Педагогические направления. Ну и тогда второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а что вы ищете вот в этом материале? У меня вот вы сейчас, вы собрали большой материал достаточно, и он вообще-то интересный, да. Но это называется работа с первоисточниками, описание реальной практики магистрского образования во Франции. Тогда вопрос, а в чем исследовательская задача состоит? В поиске источников или в поиске каких-то специфических особенностей, которые позволяют какие-то проблемы решать в образовании? Например, нам, да, зачем мы проводим это исследование? Вот вы об этом размышляли уже? Да. Это как раз-таки, ну вот, ну как бы замыслом исследования является выявление особенностей реализации процесса индивидуализации в магистратурах в университетах Франции при обучении педагогов, будущих педагогов. И применение, то есть с целью возможного применения более позитивного опыта в наших магистратурах. Ну вот у меня тоже вопрос к этому, потому что, понимаете, вот так как звучит это изучение опыта Франции, а в чем научная проблема-то? Как мы оценили, насколько вы правильно выделили те тенденции, которые есть, что они новые, что эти тенденции не описаны во французских источниках? Вот Евгения Ивановна недавно смотрела диссертацию, связанную с альтернативной системой оценок во Франции, очень интересная система, да? Ну вот человек описал систему, и что? Потому что задачу вначале, как использовать, что использовать можно в российской практике, не поставил. Вот сейчас вы сказали, Оль, что вы это изучаете для того, чтобы что-то предложить России. Мне кажется, это совершенно правомерная и интересная задача, важная. Но тогда так ее и надо ставить. Не цель изучить просто магистрское образование Франции, а для того, чтобы выявить те вещи, которые могут быть применены у нас. Тогда ваша диссертация будет очередной параграф, связанной с анализом наших магистрских программ, их трудностей, и потом некая модель, некая совокупность предложений, которые могут быть использованы у нас. И подвержены эти предложения, экспертные оценки. Мне кажется, что в этом смысле диссертация будет более выигрышно, что ли, выстроена. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы, пожелания Ольги? Оля, скажите, у вас уже много текста собранных? Текста много, да, его надо... Анализировать теперь нужно и систематизировать, все понятно, чтобы выявлять вот эти позитивные практики для развития нашего образования, нашей магистратуры. Спасибо большое. Так, ну что, Ольга Валентиновна, теперь у нас исчерпан список не только записавшихся, но и заявившихся устно. Сверх программно. Да, сверх программно. Можно вопрос мне задать? У нас такая задачка серьезная. Ольга, молодец, трудилась в академическом отпуске с Копусовскими, вернее, в Эпон-сайенс у нее получилась статья, серьезные вещи она делала. Ну вот третий этап, мы же в гранд попали. И третий этап у нас это сдача диссертации в диссертационный совет. По каким срокам мы должны ориентироваться, чтобы дать диссертацию в диссертационный совет, и как бы она там была уже обсуждена, вот мы должны читаться... Вот я что-то запуталась с ее академическим отпуском точно. Ну, отпуск-то здесь, Евгения Ивановна, ни при чем. Мы знаем с вами, что сейчас в связи с введением новой макулатуры, поскольку в нашем совете ведет переоформление совета, и поскольку в нашем совете есть один шифр 13.05 макулатура, которая выведена, и в новой макулатуре нет этого шифра, поэтому нам нужно совет переоформлять. Из-за этого мы принимаем работы в диссертационный совет до конца июня. Принимаем, чтобы защитить, провести защиту в сентябре и буквально там первая неделя октября. Все. Все, мы поняли сроки. Спасибо. Это и ко всем, кстати, относится, коллеги, от кого мы ждем диссертацию, поэтому, пожалуйста, нам надо справиться, правильно расставьте приоритеты. Спасибо. Ну, я думаю, что на этом тогда мы можем завершить. У нас сегодня было очень интересное сообщение. Получаешь удовольствие, когда получаешь интересную информацию и пищу для размышлений, поэтому я хочу поблагодарить всех наших сегодня и аспирантов, и соискателей, которые делали свои сообщения. Мне было интересно. Я хочу поблагодарить коллег наших за то, что вы нашли время послушать, задать вопросы, где-то пожурить, где-то похвалить. Это очень важно, потому что внешняя оценка результатов, она еще важна, важнее, чем внутренняя оценка собственной удовлетворенности от сообщения. Я хочу пожелать Андрею Андреевичу здоровья, и чтобы он нам все-таки сделал запись и выложил ее потом через какое-то время, запись вот этой нашей сегодняшней встречи, чтобы можно было вернуться и поразмышлять над своим же собственным выступлением, своим сообщением. Ну и коллеги научные руководители и аспиранты тоже обращают внимание, что следующая наша встреча уже состоится теперь в среду 2 февраля в 15 часов, где мы продолжаем слушать наши сообщения наших аспирантов. Спасибо большое, дорогие коллеги, всем хороших выходных и хорошего настроения. До свидания.